Привет, я журналист Алексей Мацука, и это мой блог о том, как Деладома в Донецке, где я родился, вырос и много лет проработал журналистом. На заводах, которые находятся в отдельных районах Донбасса, накапливается задолженность по заработной плате перед рабочими. Речь о крупных промышленных предприятиях, которые группировки ДНР и ЛНР передали в управление южноосетинской компанией Внешторгсервис. Сейчас этот Внешторгсервис является фактическим промышленным монополистом на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Формально ВТС зарегистрирован в самопровозглашенной Южной Осетии. Компанию связывают со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко. Южная Осетия признала ЛДНР, а ее, в свою очередь, признает РФ. Такая схема позволяет связанному с российскими властями бизнесу избежать западных санкций за торговлю металлургической продукцией коксом и углем из Донбасса. А также финансировать ЛДНР. На некоторых предприятиях Ордло даже за май выплатили неполную зарплату до сих пор. Рабочие рассказали, что деньги им платят частями, как правило, 20-30 процентов. И такое положение дел вызывает недовольство. Ясное дело, в рабочих коллективах. На прошлой неделе на Алчевском металлургическом комбинате сотрудники коксового цеха написали коллективное обращение, в котором призвали руководство погасить остаток за май, это в августе, и в полном размере выплатить зарплату за июнь и июль. Мы доведены до крайности. Требуем выдать нам задолженность в полном объеме. В противном случае мы вынуждены остановить производство коксового цеха номер 2 23 августа до выполнения вышеуказанных требований. В тематических группах в соцсетях работники завода Ордло устраивают своеобразные переклички. Сообщают о том, сколько процентов от месячной зарплаты им выплатили. Вслед за захватом украинских государственных заводов в марте 2017 года ЛДНР захватили все частные промышленные объекты на подконтрольной территории. Таким образом, лишили возможности собственнику управлять своим предприятием. В Ордло шахты были переведены под контроль пяти угольных предприятий, которые назвали таким образом госпредприятия. Теперь уголь, добытый здесь, незаконно вывозится в Россию, о чем я уже рассказывал раньше в блогах на телеканале Дом. Долги на этих шахтах тоже есть. На прошлой неделе глава группировки ДНР Денис Пушилин не смог назвать сроки погашения задолженности по зарплатам на Ясиновской глубокой в Макеевке. Ранее этот человек посетил предприятие по случаю ввода в эксплуатацию новой лавы. О его поездке в Макеевку сепаратистский телеканал Оплот ТВ снял большой репортаж. На сайте Макеев Угля говорится, что в июле это предприятие добыло якобы 8 815 тонн угля, выполнив таким образом план по добыче на 114 процентов. А вот о долгах по зарплатам на сайте молчат. Во время общения с сотрудниками шахты у Пушилина спросили, когда появятся деньги для выплаты долгов по зарплатам. А он ответил что-то про сложности, которые вынуждают тратить деньги не на зарплаты, а на некую модернизацию. К тому же он признал, что уголь теперь сбывают нелегально, а настоящие украинские собственники этих шахт якобы делают все возможное, чтобы ДНР вместе с Россией было как можно сложнее осуществлять дальнейшее управление. Это его версия. Предприятия должны развиваться с учетом все, что происходит в мире, в тех тенденциях, которые происходят. Без привлечения ученых у нас не получается. Мы смотрим, как повысить рентабельность шахта за счет того, что будет нашим углям придаваться более конкурентоспособные преимущества. Бизнес есть бизнес. Отжали предприятия, будьте готовы к сопротивлению их владельцев и к тому, что на международной арене с вами не будут считаться и продукция никуда не будет поставляться. Я и дальше буду следить за ситуацией дома в Донецке и на всем Донбассе. Вы оставайтесь с телеканалом Дом. Подписывайтесь, мы есть во всех соцсетях. До свидания.